МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Что произошло прямо сейчас?» Смотрите обзор ЧП в Саргуте за последние несколько дней, которые подготовили мои коллеги и я, Дмитрий Круковец. Не заметил при перестроении 8 мая на кольце у бизнес-центра произошло серьезное ДТП. Изначально около половины седьмого вечера два автомобиля не поделили полосы на дороге. Водитель Шкоды Рапид по касательной задел одну из машин, которые двигались в потоке. Женщина-пассажир вышла из иномарки, чтобы осмотреть повреждения. В этот момент на кольцо выехал Ниссан Мурана, за рулем которого находился молодой парень. На кольце он начал перестраиваться, из левой полосы вправо и, по всей видимости, из-за автобуса, который ехал рядом, не заметил ни ДТП, ни сургутянку, которая стояла у автомобиля. Водитель японской иномарки сбил женщину, как говорят очевидцы, впечатав ее в Шкоду. Пострадавшую отбросила на газон, карета реанимации, скорой помощи госпитализировала пострадавшую в тяжелом состоянии и без сознания в травм-центр. Ведется следствие. Имеется видеозапись данного ДТП, где видно, что водитель, пренебрегая правильным дорожным движением, допускает объезд транспортного средства справа, соответственно, он не видит транспортную обстановку и дорожную обстановку перед своем направлении движения и, выезжая, соответственно, не увидел стоящее транспортное средство. В настоящее время пешеход женщины находится в тяжелом состоянии. Кроме этого, обратился водитель данной автомашины Шкода, которая также была на месте происшествия, с незначительными телесными повреждениями. 9 мая на перекрестке улиц Монтажная и Производственная также произошло серьезное ДТП. Практически лоб в лоб столкнулись с Тойота и Шевроле. В ДТП пострадали три человека. Один из них от госпитализации отказался. Двоих с травмами различной степени тяжести госпитализировали в травм-центр. Транспортное средство получили серьезные механические повреждения. Ведется следствие. В День Победы 9 мая в 16 часов 10 минут на 51-м километре трассы Сургут-Нижневартовск произошло ДТП. Водитель с 61-го года рождения, управляя Митсубиси Л-200, при обгоне не убедился в том, что встречная полоса свободна для маневра. Там пикап лоб в лоб столкнулся с легковушкой Шкода. В аварии травмы получили два пассажира и водителя «Октавии». Они доставлены в травматологическую больницу Сургута. В День Победы не обошлось без пожаров. Около половины восьмого вечера в кооперативе «Газовик-2» загорелась баня. Спустя 12 минут огонь удалось потушить с помощью двух спецмашин и восьми человек личного состава МЧС. Спустя полчаса также баня вспыхнула в другом дачном товариществе «Сотручеек». Там на место выезжали три единицы техники и десять спасателей. Причина обоих пожаров устанавливается. В возгораниях никто не пострадал. В Пытьяхе пенсионерка отдала мошенникам полмиллиона рублей. Установлено, что потерпевшей позвонил незнакомец, который представился сотрудником Министерства финансов. Он сообщил, что ей полагается компенсация за приобретенные в 2017 году лекарства, так как они, по решению якобы Роспотребнадзора, признаны некачественными. Но женщине необходимо связаться с финансовым специалистом, который будет заниматься подготовкой документов для оформления выплат. Женщина перезвонила по продиктованному номеру. Собеседница заверила, что для получения компенсации пенсионерка должна оплатить страховой взнос и 44 тысячи рублей, чтобы вроде как вывезти средства из-за границы. Затем вновь раздался звонок, и женщине сообщили, что сумма выплат увеличилась. Под различными предлогами мошенники в течение пяти дней похитили у потерпевшей около 500 тысяч рублей. Не получив в условленное время обещанную компенсацию, женщина сообщила о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело. Полиция Сургута вернулась к обычному графику работы. До 10 мая в городе действовало усиление, введенное еще в конце апреля в преддверии праздничных выходных. В это время плотность снарядов ППС и ДПС была увеличена примерно на треть. Майские праздники в Сургуте прошли спокойно. Лишь 6 мая в одном из домов на Тюменском тракте произошло убийство на фоне распития спиртных напитков. Сейчас по этому делу проводятся следственные действия. 9 мая полицейские нашего города приняли участие в параде победы. Свыше 100 сотрудников прошли в трех коробках в составе праздничного марша. На этом все. Это была программа «Что произошло». Вступайте в наши группы в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Предлагайте, публикуйте свои новости. Я, Дмитрий Круховец, с вами прощаюсь. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова